Доброго времени суток! Это парк культуры, единственная в регионе культурно-информационная программа. Эксклюзивный взгляд на главные события в области культуры нашего региона. 6 июня день рождения Пушкина. И пушкинский день в России, объявленный ООН днём русского языка. Поэтому и наш первый сюжет о смычке музейного дела и поэзии в отдельно взятом областном центре. Иногда милые домашние хобби серьёзных людей дают неожиданные плоды. Мало кто ожидал от одного из ульяновских випов, директора областного художественного музея Сергея Жданова, такой неедской увлечённости написанием детских стихов. А он взял и написал их на целую книжку. Ура, детвора. Её новоиспечённый детский поэт символично презентовал в День защиты детей. Вот что рассказывает о плодах своих политических трудов сам автор. Первые попытки какие-то были ещё в школе, в старших классах, когда писали сочинения, нужно было всегда писать эпиграф. И запоминать слова ведущих наших классиков было тяжело. Иногда проще было что-то самому состряпать какой-то четверостиший. Ну а последние годы начинаешь практиковаться в четверостиших, в каких-то иногда более длинных там вещах, для того, чтобы действительно было что-то интересно, скажем так, не киснуть мозгами. В далёком уже году я издавал Гражданский кодекс Российской Федерации. Такой вот полиграфический опыт. Если говорить, да, о книгах, то, конечно, да, это первая книга. Все дети, они настоящие поэты. Другое дело, что они не могут писать и записывать. И вот задача взрослых как раз записывать за детьми их стихотворение. Просто обращаешь на это внимание, как-то ложится всё в стихотворную форму. Дети растут, у меня их много, они просят сказку на ночь рассказать, ещё что-то. Поэтому вот так эта книга, скажем так, и рождалась, когда одно стихотворение, второе, третье. Есть ещё цикл сказок, так и не записанное, это про машинку, да, которая там возит девочку и мальчика в садик, в школу. И тоже вот рассказывал её своим младшим детям с целью как раз показать безопасность дорожного движения, показать, для чего машине нужны ремни безопасности, как работают дворники, что надо уступать дорогу пешеходам. Книга получилась и превзошла мои ожидания как автора благодаря художнику Павлу Клементьеву. Проблемы тиражей абсолютно меня не беспокоят. Хочется просто радовать детей. Если хотя бы один родитель прочтёт эту книжку своим детям, да, там, одно стихотворение, одну строчку, можно считать, что тираж издан недаром. Останавливаться на достигнутом Жданов не собирается. Планирует перейти к крупным форумам для взрослой читательской аудитории. У меня есть задумка по одному роману, но для этого надо месяца три уйти в отпуск и, скажем так, полностью сосредоточиться. Ну, что-то в такой а-ля Корт-да-Винчи. Пока же будущий Дэн Браун упражняется на полных доброго юмора и весьма симпатичных по стилю стихотворных историях. Про спрятавшуюся в кухонном шкафу куклу своей дочери, например. Слез наплакало три кружки, в рот не лезет мне еда. Очень плохо без подружки. Я ж без яны никуда. Мы совсем уж сбились с ног и сломалась голова. День без куклы – это срок, а тем более их два. Памятник полицейскому, о котором Парк культуры рассказывал еще полгода назад, установлен в нашем городе, как и было обещано в конце мая, на перекресте улиц Карла Макса, Крымова и Гагарина. На месте гибели в результате ДТП старшего оперуполномоченного областного угрозыска Алексея Маркова в октябре 2009 года. Памятник выполнен якобы из бронзы и стоит 6 слишком миллионов рублей. Но ульяновских налогоплательщиков просят не беспокоиться. Деньги на это чудо скульптурной мысли собирали с миру по нитке сами ульяновские полисмены. Сумма сборов от 500 до 1500 рублей зависела, как говорят, от звания и, соответственно, зарплаты стражей правопорядка. О неуместности монумента еще в конце 2016-го предупреждал ульяновский краевед Сергей Петров. Какая связь с полицейским? Никакой. Нам говорят, вот и улица Крымова тут начинается. А Крымов когда-то с бандитами боролся, то ли в Крыму, то ли еще где-то. Но его нога тут не ступала. И потом у нас для места, где можно эту статую поставить сколько угодно. Правда, есть более сильные аргументы этой улицы. Рядом кабинет товарища генерала. Здесь же находится главная контора МВД. Вот, ему близко ходить. Но вот памятник открыт. Коллега Петрова Антон Шабалкин вообще отказался комментировать новые украшения города, признавшись, что все слова у него в связи с этим только нецензурные. И что теперь следует прекратить все дебаты о том, какой из памятников ульяновска худший. Конец цитаты. Пока земляки спорят о том, насколько завышен бюджет этого скульптурного шедевра и гадают, почему коп на постаменте именно в майорском кабинетном звании, мы обсудили художественные достоинства памятника полицейскому с известным ульяновским архитектором Александром Варюхиным. Александр Иванович выбирал слова и старался быть тактичным. Я бы оговорился, не стал бы называть это памятником. Все-таки назовем это скульптурой. Все-таки памятник это усопшим. Дай Бог здоровья охранникам правопорядка. Не памятнику ищется место в городе. Памятник делается под место. В соответствии с ним. Под какое-то пространство. И было два градусовета. И архитекторы все высказывались за то, что следует поискать другое место. Либо делать другую скульптуру. Параметры самой скульптуры и параметры пространства. Они в диссонансе находятся. Александром Варюхи Бросманом она была задумана как площадь. Два этих курдонера. И это все была единая площадь. Это не два отдельных пяточка. Это единая площадь. А в одном месте поставили некий объем. Ну почему бы не было эффективно скульптурно. И видимо у кого-то все-таки какой-то диссонанс был. Поэтому уравновесили с другой стороны туи. В катке она стоит. Ну с точки зрения просто композиции без относительного памятника. Наверное, здесь все было нормально. Там же стоит скульптура дерева какое-то. Тоже вроде бы зачем. Когда скульптор делал свою работу, он имел в виду это место или нет? Я не знаю. Очень может быть, что и нет. Это, к сожалению, печально. Если бы это была циркульная кривая, это было бы уже одно восприятие. Жесткий этот угол. Эта скульптура с этим постаментом, она требует очень небольшого пространства. Было такое предложение, поставить его во внутреннем дворе здания УВД. Может быть, там это было бы функционально лучше. Соотношение высоты дома, а то он достаточно высокий. То, что мы сталинками называем. У любого пространства три параметра. Длина, ширина, высота. У современного Декарта ничего не изменилось. И вот эта вот высота и высота самой скульптуры, причем вместе с пьедесталом. И они как-то не убеждают. Мне вот так, опять же, что-то композиционно, его хотелось бы поставить на высокий пьедестал. Потому что тогда он начинал бы держать пространство. Здесь, на мой взгляд, получилось так, что сама эта скульптура имеет такую очень фронтальную композицию. И воспринимается на точке. Я ее и сзади посмотрел, так, сбоку, везде. А стоит остров Коп. То есть физически мы имеем право, вот, возможность обойти, посмотреть. Но, кстати, смотреть не на что. Многие других скульпторов, я тоже видел, посвященные именно этой теме. Вот как-то сложно. Но были, на мой взгляд, более интересные вещи. Работа сделана. Результат, он как бы не достоин тех усилий, на мой взгляд. Мне всегда жалко, когда очень много усилий получают не совсем то, чем мы хотели. И что могло бы быть. Могло бы быть, наверное, очень здорово. Не в восторге от нового ульяновского памятника и побывавший недавно в нашем городе Винокуров из телесериала «Тайны следствия» Питерский актер Сергей Барышев. Художественная сторона, она очень важная, эстетическая. Потому что или она вызывает симпатию, или отторжение. Если уж делаете памятник, сделайте его красиво. Чтобы это было, правда, вот, идешь мимо и гордишься этим. А не просто об этом кто-то слепил, лишь бы как бы отдать деньги знакомому или как бы родственнику. Наша задача, да, искусство все-таки не только зеркало отражать, а еще воспитывать. Создание положительного образа – это, прежде всего, воспитательный момент, каким мы хотели бы видеть. Реформа тоже – это вымывание профессионалов. Я же общаюсь с людьми из этой сферы. Остаются карьеристы, которые занимаются отписками. И все, вот вам результат. Система начинает страдать от этого. Несмотря на популярность «Тайны следствия», звездой себя Барышев не считает. Я не отношу себя к звездам, но, может быть, узнаваем и популярным. Да, звезды, скорее всего, это Голливуд. Многие даже не знают моей фамилии часто, а знают фамилию персонажа. Зато благодаря сериалу Сергей нашел спутницу жизни. Она жила в Германии. Она приехала как журналист взять интервью. Ее ограбили. Как раз вот тиктофон ее с записью забрали. Она позвонила. Вот такая вот история. Мы встретились и по сей день не расстаемся. Вторую часть интервью с Сергеем Барышевым вы увидите в одном из ближайших выпусков нашей программы. Узнаем, почему сериальные звезды из Саратовской губернии не удалось попасть в театр своему земляку Алибу Табакову. И как актер едва не стал звездой Ульяновского театра эпохи Великого Копылова. А через три дня в спецвыпуске Парка культуры гостем нашей студии станет популярная актриса театра и кино Татьяна Догилева. Оставайтесь с нами. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»